Клан 6 уровня с красивым названием Imperial открыл набор своей ряды. Ребята ждут игроков, начиная от TH8 с фуловой прокачкой. Клан ориентирован не только на клановые войны, но еще и на клановые игры. Одним из главных критериев помимо прокачки являются адекватность активность жизни клана. Если вы как раз таки такой игрок, если вы не Рашер, не Халявщик, не АФК, то конечно же вступайте. Тег клана я оставлю в описании к этому ролику. Я думаю, что вы видели после обновления выход нового юнита Электродракон. Он доступен начиная с 11-го Тонхола, а это значит, что донатить его можно тоже начиная с 11-го ТХ. А что будет, если я вам скажу, что донатить его можно даже на ТХ-7? Как это возможно, спросите вы? Но для начала давайте посмотрим вот на этот профиль под ником Уран. Обратите внимание, что у него нет открытых войск. Вообще и от слова совсем, даже варваров. Для тех, кто смотрит меня давно, этот аккаунт не удивление, поскольку ранее было несколько обзоров с этого профиля. Но для тех, кто видит его вообще в первый раз, давайте мы пролистаем до достижения настоящий друг. И я вас еще больше удивлю. На этом аккаунте отдано 1000 войск. 1000 войск с аккаунта, где нет открытых юнитов. Я думаю, что сейчас у вас уже возникли вопросы, да что ж такое, как это вообще происходит, что же нужно для этого сделать. Однако же обо всем по порядку. И для начала давайте после того, как мы изучили достижения, а здесь, кстати говоря, еще много чего интересного, мы посетим базу этого профиля и посмотрим, что у него внутри. Когда мы заходим на эту расстановку, мы видим, что на базе нету пушки и нету казарм. Отсутствует пушка, отсутствуют казармы. Ну и, кстати, да, красивый дракон из забора. Ну так, а что касается пушек и казарм, я думаю, что здесь уже возникают следующие вопросы, ну что вообще с этим профилем-то происходит. Если мы зайдем в лагеря, то увидим, что войск нету, но оно, в принципе, логично, поскольку нету казарм. А сейчас давайте мы проверим, что у меня находится в клан Касли. Я стираю свой стандартный запрос и пишу запрос «Хочу электродракона». Отправляю этот запросик в чат. Давайте посмотрим, где я нахожусь. Да, это специально созданный клан Magic Again. Я думаю, что перевод вы знаете. И вы видите, что в клане находится два человека. В клане больше никого нету, только я и этот уран, на которого мы уже только что посмотрели. Я отправляю запрос, ну и, соответственно, ожидаю, когда там мне что-то прилетит. И вот ко мне приходит дракон. Дракон электро от урана. Вы видите, что дракон сейчас подлетает к моей крепости, не спеша. Вот он, красивый, классный дракончик. Но параллельно с этим мы вспоминаем, что уран — это ТХ-7. И сейчас вы видите наглядно, что в клане только два человека, там больше никого нету. И это тот самый уран, на которого мы посмотрели. И вот дракон сидит у меня уже в клановой крепости. Чудеса, да и только. Конечно же, будут комментарии, что «Да нет, Кать, ну там просто сидит другой уран, он ТХ-11, с таким же ником и все, это монтаж». Ну что ж, давайте еще раз убедимся, что нет, это не монтаж. Сейчас вы видите, что у меня получено 30 юнитов. И 30 юнитов, он как раз таки у того самого урана, 48 уровня. И чтобы вы точно в этом убедились, давайте перейдем на сам профиль урана и посмотрим, что же видит как раз таки он. Сейчас вы видите, что пожертвовано действительно 30 юнитов с профиля урана. Вот сейчас нахожусь на этой семерке. В том же самом клане, вот мой основной аккаунт Клеопатра, где получено те же самые 30 юнитов. Давайте мы через урана зайдем ко мне на основную базу. Вы кстати видите, да, что нет у меня здесь войск никаких, лагеря пустые. Зайдем ко мне на мою основную базу и посмотрим, что у меня там сидит в крепости. Кроме того, вы видите как раз этот запрос, где у меня получено 30 опыта на уране за то, что прилетел вот такой электродракон. Итак, мы заходим ко мне на базу, нажимаем на клан Касл, нажимаем чтобы посмотреть, что сидит внутри и мы действительно видим этого самого электродракона. То есть сейчас ситуация наглядно показана из моего профиля и с профиля урана. Напоминаю еще раз статистику, 30 отданных и соответственно 30 полученных войск. Ну а теперь давайте снова вернемся на мой основной аккаунт и попробуем пойти в глобал, используя электродракона из клан Касла, дабы убедиться, что он действительно настоящий. И пока я ищу более-менее приличную базу, стоит конечно же рассказать, кто является создателем аккаунта уран. А им является Николай Коваленко. Поистине уникальный человек, который создает действительно шедевральные вещи в нашей с вами любимой игре Clash of Clans. Ему принадлежат не только разработки таких профилей как уран, где нету войск, где нету казарм, где нету пушек и что самое главное Коля является первым человеком, который создал нечто подобное. Ну и также он создает другие различные вещи, о чем конечно же мы с вами поговорим в следующих обзорах. Но что касается этой атаки, вот сейчас я уже нашла более-менее приятную планировку. Как обычно составим мои любимые ведьмы, однако же к ним по умолчанию конечно в клан Касл нужно сажать боулеров, однако же у нас там сидит электродракон. Ничего, попробуем и без боулеров, может быть получится что-то неплохое. Как обычно стандартная атака, запускаю боулера в центр, расчищаю фланги с помощью ведьм и с помощью магов. Соответственно рейдж также использую в центре на основное количество армии, вылетает клан Касл, я его закидываю ядом и после чего уже подхиливаю свою армию. Что касается дракона, пока что не выпускаю, поскольку ПВО довольно у нас близко расположенный к центру. А вот теперь можно уже и высаживать его с краешку, вроде бы там ничего не угрожает, поскольку ПВО уже снесли. Ну что ж, давайте внимательно наблюдать. Вы видите, что действительно тот самый настоящий электрический дракон, который получен в донате от ТХ-7. Да, звучит конечно очень мощно, но вы видите, что он действительно работает, он действительно атакует. Более того, сейчас можно посмотреть наглядно, как именно он атакует. А также в сочетании с остатками войск получается взять красивую треху, и я думаю, что соперник будет весьма удивлен, увидев, что на него атакуют с помощью электродракона. Потому что все-таки не все еще успели вкачать себе его, и конечно такие атаки в диковинку. Но самое главное то, что вы видите, что это действительно настоящий работающий электродракон. Это не какая-то графика, не перерисованный обычный дракон. Это настоящий электрический, и можно увидеть, как он выпускает сразу несколько своих молний по нескольким строениям, что и является его особенностью. Так что все действительно настоящее, и донат получен от седьмого ТХ, где абсолютно нету войск. Ну и напоследок, конечно же, стоит показать, как все это дело выглядит на самом уране. Как можно донатить войска, которых вообще нет, и кроме того, донатить войска от более высоких ТХ. Именно это сейчас я вам и покажу, и для этого давайте снова перенесемся на профиль Уран. Мы сейчас нажмем с вами на информацию о военных лагерях, и увидим, что войск в них нет. Однако же, если мы выйдем отсюда и нажмем на кнопочку тренировать войска, посмотрите, что сейчас перед вами. У нас в очереди находятся не только те самые электродраконы, но еще обычные драконы, мини-драконы, мухи, ведьмы, маги, боулеры, валькирии. То есть абсолютно любые войска. Давайте мы сейчас попробуем, ну, немножечко попереставлять их, поменять у них последовательности. Кстати говоря, в прошлых обзорах меня просили нажать на кнопочку в бой, и показать, что же будет, если мы так сделаем. Вот сейчас я составила полную армию, нажимаю на кнопочку в бой, и вы видите, что у меня появляется надпись сначала нужно натренировать войска, потому что в лагерях на текущий момент ноль войск. Мы это наглядно также видели. Ну что же, что касается каких-то возможных кнопочек отомстить, к примеру, да, абсолютно та же ситуация. То есть игра не видит этих войск вообще никак. Хотя они реальны, они существуют, и вы видели, что мы их донатили на мой профиль. Так что вот такие чудеса умеет Николай Коваленко. Ссылочка на Колю, конечно же, оставлена в описании. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Не забудьте подписаться на канал и написать в комментариях, что вы думаете. Но я же хочу сказать Коле отдельное спасибо за предоставление профиля для создания этого ролика. Всем хороших войн. Пока-пока.